Весик Северодвинска о спорте. Бокс как искусство, энергия, оружие и игра. Под таким лозунгом прошел второй вечер бокса памяти Петра Сергеевича Березовского. Воспитанники тренера организовали душевный и дружеский турнир. На суд зрителей представили 9 настоящих мужских поединков. Человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Эта фраза как нельзя лучше характеризует второй вечер бокса памяти Петра Сергеевича Березовского. В спортзале «Корабел Фокси в Маш» собрались все поколения северодвинского тренера. Более молодой демонстрировал свои навыки на ринге. Старшая наслаждалась поединками и читала стихи. Петр Сергеевич тренировал не только боксеров, но и воспитал очень много кикбоксеров. Бойцы именно этого единоборства Игорь Кузнецов и Александр Барышев вышли первыми на ринг. После победы Кузнецова наступило время классики. 8 мужских боев, один лучше другого. Петр Сергеевич в нашей жизни оставил неизгладимый след. Поэтому я считаю, что это самое меньшее, что мы можем сделать для того, чтобы память о нем и о его деятельности жила среди людей. И мы будем продолжать это делать. Это второй наш турнир, который мы делаем. И он не последний, это точно. Один из пунктов морального кодекса боксера, написанного Петром Сергеевичем, гласит. Если ты достиг предела, постарайся шагнуть еще дальше. Александр Быковский пришел в секцию Петра Сергеевича в начале 90-х. Побеждал на множестве турниров, но повесил перчатки на гвоздь 15 лет назад. В память о своем наставнике Александр вспомнил молодость и устроил на пару с Дмитрием Костюченком, пожалуй, самый зрелищный бой. Ну и, конечно, впечатления от него очень положительные. Он воспитывает и мужество, и характер. Ну и, как вы сами видели, волю к победе и так далее. Во всех бойцах как-то так. Подскользнулись во время гомбри? Подскользнулись, да. Это был вроде уход, подскользнулся, но во время удара. И поэтому стали считать. Ну, ладно. Зрелищности придала, я думаю, да ладно, что. Нокаутом в печень выиграл поединок Сергей Черемисин у своего старого соперника по боям 1 на 1 Руслана Тренина. Грамотный и техничный бой показал Владимир Мазур против оппонента из Новодвинска Максима Вежливцева. 17-летний северодвинец, тренировавшийся последние месяцы жизни у Петра Сергеевича, вышел победителем поединка. С уходом человека все равно как-то так принято. Все успокаивается, мы продолжаем жить дальше. Мы находим себе новых учителей, идем по новому пути по какому-то. И, конечно, видеть то, что ребята собираются, то, что разные абсолютно поколения объединяются вот в этот день. Это было в прошлом году, это в этом году. Невероятно приятные ощущения, да. И очень здорово то, что у этого вечера памяти такая вот эмоциональная окраска радостная. На следующие турниры организаторы планируют приглашать юных боксеров. А победителями второго вечера бокса стали Владимир Хохарев, Андрей Куликов, Павел Сивков, Иван Баранов и Евгений Кузнецов. Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.